всем привет сегодня необычный проект по усовершенствованию верхних салазок токарного станка практически во всех моделях приходится вращать вот эту ручку что не обеспечивает чистую гладкую поверхность обрабатываемого материала когда нужно что-то проточить под углом под конусом и я решил исправить эту проблему установив мини моторчик с передачей вот на таком шкиве на амазоне купил подходящие по размеру шестерни и вот такой вот пасек будет прекрасно работать для проточки я использовал кусок прута с резьбой дабы придать ему соосность и проточил отбалансировав чтобы он подходил под тот внутренний диаметр который я буду растачивать шестерня из алюминия поэтому мне пришлось подложить из меди подкладки дабы не помять ничего и расточил по диаметру той ручки которую я заранее тоже проточил вот так получилось как видите она распалась на три части автоматически но мне это как раз когда я одел вот это кольцо у меня получилось как раз по бокам два бортика которые не позволят ремню никуда съехать вот так вот замечательно все получается каким образом я буду крепить сначала я думал запрессовывать но решил не мучиться а просто пропилить пазы на алюминии и закапать это все клеем клей типа супер клей он отлично схватывает металл вот такие пазы я пропилил для того чтобы клей туда имел место куда затечь любой можно использовать клей супер клей который у вас есть в наличии зачистил везде где попали капли клея лишние чтобы нигде ничего не мешало под шестеренками набросал эскиз основного устройства которое будет держать этот мотор дальнейшем она дорабатывалась взял кусок металла отпилил две заготовочки одну длиннее одну короче то есть одна будет станку самому а вторая накладка сверху обработал под наждаком дабы придать блестящую поверхность на которой можно рисовать прихватил сваркой чтобы эти два куска держались вместе на то время когда я работаю про фрезеровал посадочное место чтобы держатель мотора никуда не мог сдвинуться засверлил сначала тоньшим диаметром потом толщим под мотор насквозь просверлил но этот диаметр чуть чуть меньше чем диаметр мотора поэтому я заказал еще развертку на 13 миллиметров видите 12 59 а мотор почти 13 и вот такая вот разверточка мне как раз то что нужно было развернув отверстие я получил именно тот диаметр который нужен для мотора но поскольку сейчас это сдавленные две половинки при их рассоединение я потом внутреннюю поверхность немножко сниму наждаком чтобы это получилось такое зажимное устройство все отверстия сверлил на фрезерном и тут же на фрезерном я установил вот эту часть этих салазок и здесь мне нужно сверху немножко фрезернуть будет тоже посадочное место как видите посадочное место сейчас вот так подходит и не это не позволит никуда сдвинуться ни влево ни вправо для сверления мне мешает струбцина пришлось ее отрезать все отверстия сверлились довольно таки легко поскольку это чугун и после сверловки тут же не снимая со станка эти салазки я все это начал нарезать резьбой установил штырек в патрон и этот стальной штырек мне позволит вертикально соосно нарезать резьбу очень удобно единственное что неудобно каждый раз приходится опускать ручку станка ниже и ниже продул все отверстия попробовал как туда заворачивается винт все отлично глубину проверил таким образом чтобы визуально я видел что да винт заходит на миллиметров десять но это сама вот тип нарезания что я опускаю пару оборотов опять опускаю опять пару оборотов но кстати вот это вот нарезание мне подкинуло идею для такого маленького приспособления для нарезки резьбы которая в дальнейшем сделаю обязательно вот так получились отверстия то же самое я нарезал в двух местах вот в этой пластине в основании проверил что все закручивается туда нигде ничего не выглядывает лишнего и теперь время обработать углы и эти две заготовочки сами по себе распались на две части после того как я шурупы разъединил внутри я тоже снял лишнее дабы при соединении у меня получилось вот такое качение и теперь при зажатии болтов мотор хорошо зажмется два винта мне немножко были великоваты я их снял на токарном немножко уменьшил в диаметре чтобы они не мешали мотору после всех предварительных испытаний я заметил что мне нужно дополнительно профрезеровать поверхность и вдобавок ко всему самих салазок мне тоже нужно было снять паз и теперь вот как видите отлично он сюда входит и сидит в гнезде как положено собрал все воедино проверил что ремень не сильно натянут потому что если будет ремень сильно натянут кстати это еще одна причина была что я углубил посадочное гнездо дабы уменьшить натяжку ремня при сильной натяжке ремня ему не хватало силы чтобы подвинуть эту рукоятку ну а сейчас все вращается довольно таки плавно я решил это проверить на блоке питания подключив временно дабы убедиться что все работает как видите все вращается замечательно салазки эти верхние перемещаются кто-то скажет что медленно нет это не медленно друзья вы не можете руками вращать быстрее чтобы сделать чистовую обработку вот именно такая скорость должна быть это немедленно это как раз для чистовой обработки конусных поверхностей мотор рассчитан на 12 вольт но 15 на кратковременную подачу ему ничего не сделает не повредит ну и плюс у меня есть про запас еще один мотор вот такой будет установлен понижающий блок питания поскольку станок у меня имеет 24 вольта и мне нужно будет 24 понизить до 15 до 12 плюс тут есть подача вперед назад и регулировка скорости я себе потом отмечу на таком циферблате где какое примерно напряжение при вращении этой рукоятки этот блок будет стоять отдельно где-нибудь на станке а к мотору будет подходить только провод со штекером вот такой вот проектик всем кто смотрел спасибо пока вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok